Шалом православные, витаю католики, солнце у хату, дорогие соотечественники. Гутен Морген и Лабец Ритас, снова Литва. Правительство Литвы останется в прежнем составе, но в отставку уйдет глава Литовской железной дороги. Чей и т.д. граждане? Премьер-министр Литвы Ингриды Шаманета смогла убедить Мариусу Скудиса и Габриэлиса Лансбергиса остаться на своих постах и забрать заявление об отставке. Все это, как мы помним, происходит на фоне санкционного скандала с Беларусь-Калием. И как раз-таки на фоне его в отставку уходит Мантас Бартушка, которому, собственно, министр транспорта Скудис выразил свое недоверие в связи с тем, что, несмотря на санкции, литовские железные дороги все равно перевозят грузы Беларусь-Калия. Честно, мы воткнулись в эту историю чуть глубже, но сейчас делать для вас 20-минутный ролик только на тему литовских железных дорог, но, я думаю, не самая правильная мысль, поэтому я вам объясню вкратце. Причем мне лично очень странно, что люди, которые давно уже в теме европейской политики и в том числе санкций, не объясняют это простыми словами, потому что они-то точно в курсе, а спешат с какими-то алармистскими выводами. Дело в том, что есть политическая позиция, есть экономические интересы государства и есть уже, как я и ранее говорила, наработанные логистические связи и правила по транспортировке, которые невозможно вот так вот взять и за один день все нарушить. Литовские железные дороги – это государственное предприятие, но кроме государственных перевозчиков в Литве существуют также еще и частные. И, допустим, государственный перевозчик отказывается перевозить грузы Беларусь-Калия. Но по законодательству на его место тут же могут встать коммерсанты и обосновать свою позицию с точки зрения их прав, невзирая на американские санкции, перевозить эти грузы. То есть все гораздо сложнее в государства, где до законов в любой ситуации, где до международных соглашений, которые были заключены ранее, и уж тем более до национальных интересов собственного народа. Но при этом нравственные ценности и политическая воля союза, в данном случае их союзов с другими странами, включая страны Евросоюза, это тоже все не пустой звук. И самое главное. Я продолжаю ставить на законотворчество. Что-то Литва придумает. Но когда мы говорим о законотворчестве, ну не пишутся законы за один день. Это только указы. ***. Тьфу, тараканы и декрет ваяются одной левой. Любые, невзирая ни на что. Но это не путь цивилизованного общества. А что там наша Европа? Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен считает, что Евросоюз может расширить или ввести дополнительные санкции против Российской Федерации в случае агрессии против Украины. Об этом она написала в своем твиттере. Это хорошие новости, но они несколько конфликтуются. Путь с публикациями Блумберга, который говорится о том, что и Германия, и Франция не в восторге от санкционного давления на РФ и считают, что это не должно быть политическим торгом. Европа тоже колбасит, как мы видим. Ну, слушайте, если честно, при переделе мира колбасит всех. Почему, собственно, избываются сегодня только самые негативные прогнозы? Ну, граждане, это же временное явление. Мы должны с вами это понимать. А что там в концлагере? В Минске закрывают лицей. Несмотря на то, что душегуб Карпенко теперь уже не министр образования, политика уничтожать все приличные учебные заведения продолжается. Лицей номер два в Серебрянке закрывается, и вслед за ним закрывают и лицей номер один. Я не побоюсь этого слова. Это элитарные лицеи города Минска. И не потому, что в одном из них училась моя дочь Анечка. И конкурсы там были сумасшедшие. А потому что, кроме всего прочего, я знаю педсостав. И это крутейшие преподы. Очень жаль. Еще немного о неадекватах. Так называемая генпрокуратура планирует обжаловать приговор суда Сергею Тихановскому, которому вчера присудили 18 лет строгого режима. Они посчитали этот приговор чрезмерно мягким. Обвинение опросило Сергею Тихановскому 20 лет. Ну, я думаю, что мы все понимаем, что не просидят наши политзаключенные эти сроки. Как бы кому. Не хотелось бы. А вот сколько они просидят, зависит от нас с вами. Я не перестаю это повторять. Вынесение приговора Сергею Тихановскому может ускорить работу над шестым пакетом европейских санкций по Республике Беларусь. Это хорошая новость. К слову о судилищах. Завтра суд Оли Токарчук. Заседание открытое. Поэтому обязательно приходите ее поддержать. Суд в 10.30. Суд заводского района. Адрес партизанский проспект 75А. Признавать свою вину Ольга не собирается. Ну, правильно. Потому что она ни в чем не виновата. Козлы. Грабь награбленная. Изменение в налоговый кодекс приведет к росту единого налога в Республике Беларусь для физлиц и индивидуальных предпринимателей в 2-3 раза в 2022 году. Ничего удивительного. Вы же понимаете, да, что очень нужны денежки. И вот с одной стороны, человек, который знает, например, размеры единого налога для самозанятых, а я их знаю. Ну, это не такая уже прям страшная история, потому что было 20 рублей стало 40, было 40 рублей стало 80. Если мы говорим об общих доходах, то эта цифра сильно не повлияет. Но в этом и ловушка у режима. Они все время накручивают по чуть-чуть. А потом это по чуть-чуть перерастает просто в откровенный грабеж. Поэтому даже такие вещи нельзя спускать с рук хунте. Ну, это как с бензином, понимаете? Он вроде бы по копеечке, по копеечке. Цены не растут, они изменяются, да, помните комментарии. А потом такой, опа, и через полгода, год, так на нем не только ездить дорого, им уже даже контакты протирать сильно накладно. Бухай, не думай, политика концлагеря. При лавке наводнят плодово-ягодным бырлом. Квота на производство водки или гороводочных изделий увеличена на 5000 декалитров фруктово-ягодных. На, внимание, 385 тысяч. Что это значит? Это значит, что режим спаивает население дешевым бырлом, которое, естественно, разжижает мозг, ну и, прошу прощения, уничтожает генофон. И вот же нет ощущения, да, что в Беларуси на прилавках не хватает алкоголя. Но вот еще на 385 тысяч декалитров увеличивает производство фруктово-ягодных вин. Это самая адская смесь, разжижающая мозг и уничтожающая ваше здоровье. Граждане, не покупайте и не пейте эту дрянь. Вы этим самым сохраните и свою жизнь, и не доплатите режиму за акцизы, налоги, которые он потом заплатит своим омолышам. Все-таки 27 лет единоличного ручного управления отразились на сознании белорусов, даже самых умных из них. Я, кстати, не исключение определенным образом. То, о чем я говорила в начале ролика, мы с вами как-то уже более спокойно стали воспринимать скорость и простоту быстрых решений. То, что называется указами и декретами президента. То есть, как бы, есть закон, но он не совсем совершенен. И лишь что-то там его в нем не устраивает. И, соответственно, издается декрет или указ, который перечеркивает этот закон. И дальше уже народ должен жить по этим правилам. Это не путь цивилизованного общества. Люди, которые сегодня этого требуют, льют мельницу на воду всех режимов, всех авторитарных режимов. Я вам сейчас на пальцах объясню на примере Украины. Смотрите, как мы все с вами видим, и Европа, и Америка, и Россия прогибают Украину под Минские соглашения. А теперь отматываем чуть назад. С учетом того, что неадекват полностью зависит от Кремля и по факту сегодня является, ну, де-факто, пока не де-юро, но де-факто, частью России, то Минск не может быть посредником в мирных переговорах, касающихся Донбасса. И сейчас я имею в виду трехстороннюю контактную группу. Пункт номер один. Пункт номер два. С учетом того, что Кремль в эти переговоры тянет террористов и сепаратистов, какая-то европейская страна не может стать площадкой для этих переговоров, ну, потому что для Европы это тупо зашкварно. Это то же самое, что, вот смотрите, Кремль может пригласить представителей Талибан, ему вообще все пофигу. А Европа не может пригласить себе на переговоры бандитов типа этого, как его, Пушилина. И же с ним. Соответственно, нужно искать другое решение. Пункт номер три. России бы было правильно признать тот факт, что вот эта часть сепаратистов, она ничтожная, и, соответственно, тогда бы трехсторонняя контактная группа состояла бы, как и положено, из Украины, России и, соответственно, ОБСЕ. Но нет. Кремль же остается ни при чем же. И постоянно настаивает на том, чтобы украинская сторона разговаривала именно с бандитами. На что украинская сторона, соответственно, пойти не может. Более того, она же раздает там российские паспорта. То есть, по факту, все они являются уже гражданами России. И в условиях того, что Кремль, скорее всего, не откажется, а он не откажется от навязывания переговоров с сепаратистами, то площадкой для этих переговоров должна стать какая-нибудь третья страна. Например, Турция, которая уже давно предлагает свои посреднические услуги в вопросах решения проблем на Донбассе. А с учетом того, что на данном этапе Киев не может полностью отказаться от минских соглашений, то как раз-таки в данном случае Турция и может стать тем компромиссным вариантом площадки, на которых будут происходить переговоры трехсторонней контактной группы. Это очень сложная схема, но это схема цивилизованного мира. Потому что что бы, например, вместо всего вот этого сделал картофельный лось? Он бы сказал следующее. Значит, что там у нас? Минские соглашения? Кто-то до меня заключил? Топку. Нет, лучше заверните мне в них рыбу, потому что свой полиэтиленовый пакетик многоразовый я сегодня дома забыл. Как он всегда, в принципе, делал, наплевав на все международные правила и международное право. Ну и если что, он же сразу кричит, я старшего брата позову, Вова, а он у меня тоже неадекват, такой же, как и я. Вообще, мы с вами сегодня живем в том мире, в котором простых решений, к сожалению, нет. И самое печальное в этом во всем, мы должны это понимать, что наши иллюзии, что кто-то там сильно нам поможет, ну окей, просто поможет, ладно, но не сильно из-за нас наши проблемы не решит. Мы должны в себе это принять, убивая ложные надежды. Потому что по факту где-нибудь в штате Луизиана или Калифорния, но никто даже не думает о каких-то проблемах Донбасса или политзаключенных в Беларуси. А, соответственно, президенты этих стран прежде всего преследуют интересы их государств и их жителей. До сих пор, как ни странно, я уже год тут веща, полтора года из каждого утюга, многие украинцы не понимают, до сих пор не понимают. А что это вы там, белорусы, недовольны своей ситуацией? Да, до многих уже дошло. Дошло именно благодаря тому, что неадекват в нашей стране. С каждым днем все больше неадекват. Ну и потому что мы максимально здесь показываем и рассказываем о том, что происходит на самом деле. Но это далеко не вся Украина. Не говоря уже о каких-то, возможно, восточных регионах, куда это даже не долетает, с учетом определенных, ну, скажем так, особенностей медиафронта. И в этом смысле мне нравится интервью Зеленского, хотя украинцы не любят, когда я хвалю их власть, итальянской газете «Ля Република», где он четко говорит, обвиняет Германию в срыве закупок оборонительного оружия в Украину, добавляет, что после переговоров Байдена и Путина ситуация с эскалацией стала еще хуже, и что если Северный поток запустит безопасность, Европа моментально рухнет. Ну, как бы да. И как бы на наши две страны, а я сейчас имею в виду и Белоруссию, и Украину, большим дядям и тетям с миллиардными оборонными бюджетами, по-хорошему, в общем-то, конечно, не до конца плевать, но в целом не наши интересы стоят у них на первом месте. И самое главное, в этом нет ничего необычного. Это как раз нормально. Никто не хочет войны, и все нормальные правительства должны заботиться прежде всего о своем народе. И в этом смысле еще раз спасибо Литве, тоже маленькой стране, которая тоже находится под давлением с разных сторон. Все, что может сделать западный мир, это вкрутить те санкции, которые в том числе, кстати, будут отражаться и на их благосостоянии, но которые смогут себе позволить. И сейчас вопрос даже не шестого пакета санкций, над которым тоже уже ломают голову чиновники и просто не представляют, что еще они могут сделать. А вопрос в том, чтобы те, которые уже есть, исполнялись. Вот буквально вчера прилетел в БОТа в телеграм-канал «Хватит бояться». Ну, просто перепост с канала «Минская семивоярщина», в котором прям расписаны все схематозы, как режим таракана зарабатывает в Украине. Ну, во-первых, граждане, напоминаю еще раз, для тех, кто в танке, «Минская семивоярщина» это канал спецслужб России. Поэтому, как обычно, там есть та правда, которую они знают, но там всегда будет тот неверный посыл, либо же тот посыл, который выгоден только им. И по-другому это не работает. Окей, пусть там много правды. Хорошо, что мы с вами можем сделать, потому что периодически вы требуете от меня, чтобы я навела порядок в Украине. Действительно, я же практически советник Зеленского. С хрена ли я не наведу порядок. Легонько. Шуточки за 300. Напомню вам еще раз, что санкционные пакеты вводят и в целом могут следить за их исполнением стабильные европейские страны со стабильной экономикой. А не Украина, которую колбасит каждый день не по-детски. По ряду причин. И в том числе, потому что стабильной Европе не сильно выгодно, чтобы Украина была сильной страной. Но это вопрос совершенно других новостей и совершенно других роликов. Закончим сегодня на позитивной ноте. Сегодня первый руководитель независимой Беларуси празднует свой день рождения. Я говорю о Станиславе Шушкевиче. Ему сегодня исполняется 87 лет. Станислав Шушкевич это тот человек, за которого голосовала я. Сколько вам было Кирилл лет тому? Вот в России. Ну так а что? 12. Я убежден, что нам суждено судьбой. Наша молодежь должна жить в нормальной, светлой, достойной, демократической Беларуси. Она, мне кажется, этого заслуживает и идет этим путем. Это слова Станислава Станиславовича. Долгих лет жизни ему. И очень хотелось бы, чтобы он, как первый руководитель независимой страны, вместе с нами все-таки посмотрел, как будет выглядеть наша победа, в которой мы не сомневаемся. Живи, Беларусь! Ну, я голосовала за Шишкиевича. Да, я не могу, что ты голосовала. А, Саламон. Что? Фигач! Тихо, тихо, тихо. Не надо, не надо. Нет. Надо, Федя. Надо! Надо. Нет.